Всем привет! Сегодня я вам попытаюсь рассказать, почему читать полезнее, чем играть в телефон. Но давайте начнем с истории. Первая печатная книга появилась в средние века в Китае. Да, действительно в Китае. Но чтобы вам было понятнее именно когда, я вам сейчас скажу дату. 581 год нашей эры. Да. В свою очередь первый сотовый телефон был изобретен в 1957 году в СССР. Это был первый образец сотового телефона весом в 3 килограмма. Представляете? В руке держать вот такую вот громадину. Ну, не громадину, а просто такой тяжелый, так сказать, прибор. Ну и назывался этот сотовый телефон ЛК-1. Теперь давайте приступим к факторам, подтверждающим, что читать полезнее, чем играть в телефон. Первое. Когда ты читаешь, ты представляешь картинку. А когда играешь в телефон, видишь ее. Что из этого полезнее? Свое мнение пишите в комментариях. Лично я считаю, что представлять картинку куда лучше. Потому что здесь уже работает ваша фантазия. Да, действительно, ваша фантазия. Вторым фактором является воздействие на головной мозг. Я думаю, всем известно то, что от всех этих экранов, телевизоров, телефонов, планшетов, компьютеров, PSP исходит излучение. А оно куда вредно для головного мозга? Книга, в свою очередь, хорошо влияет на головной мозг. От него не идет излучение. У нее нет экрана. Если эта книга печатная. А то сейчас, знаете, бывают книги и в планшетах, и в телефонах. И даже есть электронные книги. Но мы сейчас говорим о печатных. Да, я думаю, всем известно то, что когда ты читаешь, у тебя немного портится зрение. А когда ты играешь в телефон, у тебя оно портится куда быстрее, чем при чтении. Ну и третьим, так, вот, третьим фактором является то, что, как вы думаете? Ну ладно, я вам скажу. Читать в миллионы, в миллиарды раз полезнее, чем играть в телефон. Это не фактор, друзья, я пошутил. Это всего лишь мое мнение. Читать в миллиард раз полезнее, чем играть в телефоны, от которых идет излучение. От которых никакой пользы. От которых ты начинаешь психовать. От которых ты вообще переходишь в состояние игромана. Это, конечно, ужасно. Поэтому, всем, кто сейчас посмотрел это видео, можно сесть вечерком с книжечкой в руках, ну и почитать спокойненько. Ну а если вы чем-то не согласны с моим мнением, то пишите это, как я уже сказал, в комментариях. Ну как здесь нельзя согласиться с моим мнением? Это же чистая правда. Я с ума сойду, если кто-то из вас напишет, что играть в телефон полезнее, чем читать. Действительно, я с ума сойду. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, а также вступайте в группу ВК. Но, извините, одноклассники уже тоже отпадают, поэтому остается только группа ВКонтакте. Запомните, друзья, читать в миллиард раз полезнее, чем играть в телефон. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы согласитесь с моим мнением. Поэтому всем желаю удачи, всем хорошего чтения, и всем до скорых встреч. Пока!